Сообщение главы Владивостока Виталия Веркиенко о добровольной отставке вызвало мощный отклик в медиапространстве и социальных сетях. Напомним, мэр Владивостока на своей странице в интернете накануне сообщил, что больше не имеет мотивации оставаться на своем посту главы города и уходит в отставку с 11 октября. К тексту он приложил фото заявления с красноречивой фразой «Честь имею». Виталий Веркиенко был избран мэром Владивостока 21 декабря 2017 года на заседании Гордумы. Он управлял городом 279 дней. Сегодня передал в Думу города Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом города к зиме. С 11 октября ухожу с должности главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации. С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку, написал глава Владивостока у себя на странице в соцсети. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь Виталия Веркиенко Юлия Шатина. Нужно заметить, такой поворот событий огорчил жителей города. Ранее Виталий Веркиенко дал большое интервью, в котором рассказал о коррупции, нищенском городском бюджете, кризисе доверия к власти в Приморье. Еще в конце сентября глава Владивостока заявил, что твердо намерен бороться за благополучие Приморской столицы. Отставка по собственному желанию рождает ряд версий, что послужило причиной столь резкой смены курса Виталия Веркиенко. Даже для руководителя региона Олега Кожемяка добровольная отставка мэра Владивостока стала неожиданностью. Он так прокомментировал решение Виталия Веркиенко. Странно, что о позиции мэра столичного города я узнаю, исходя из Инстаграма, который мне принесла пресс-служба. Ни о каких намерениях ни на селекторе, который проходил вчера, где обсуждались вопросы социально-экономического развития города, подготовки проектно-сметной документации по строительству школ, детских садов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, дорог, было выступление Виталия Васильевича с просьбой поддержать решения, направленные на передачу земли городу. Я это поддержал, сказал, что решение правильное со стороны города. В СМИ уже подводят некоторые итоги работы Виталия Веркиенко. Давайте вспомним, что Веркиенко всерьез взялся за пополнение бюджета города. Реформировал уличную торговлю, отозвал несколько разрешений на сомнительное строительство, преобразовал мупы, решил вопрос с озером на Патрокли, закрыл мусоросжигательный завод. Многолетняя проблема, отравлявшая жизнь владивостокцам, была решена за два месяца. Буквально 1 октября глава Владивостока Виталий Веркиенко совершил очередной рабочий выезд на спецзавод номер один. Поводом для инспекции послужил доклад о том, что остатки мусора после закрытия предприятия до сих пор не вывезены на полигон. Виталий Веркиенко запретил его дожигать и поручил разработать новое технологическое решение для утилизации ТБО. Одно из резонансных решений Веркиенко – отмена сразу нескольких ранее выданных разрешений на строительство многоквартирных домов. В рамках самоконтроля – так звучала формулировка. На деле это означало решительность в разрешении споров между застройщиками и горожанами-общественниками. Некоторые подобные споры длились годами. Во Владивостоке достаточно земель для развития. Мы готовы предложить инвесторам альтернативные земельные участки. Не нужно превращать новый генплан в фикцию. При Веркиенко чиновники мэрии Владивостока пересели, по его же выражению, с черных крузаков на белые Мазды. После чего глава города пообещал выставить на продажу 25 из 160 автомобилей старого автопарка администрации. Партию из 21 нового автомобиля Мазда, собранных на российско-японском предприятии, с логотипом «Сделанного в Владивостоке», производитель передал администрации в августе на безвозмездной основе. У нас в среднем на один автомобиль ежегодно тратится от 500 тысяч до полутора миллионов на топливо и ремонт. Мы планируем за счет ввода в парк 21 автомобиля вывести из эксплуатации и продать на конкурсной основе 25 автомобилей первым этапом. Мы в связи с этим сэкономим более 10 миллионов рублей, а за счет вывода эксплуатации 25 автомобилей мы получим, я надеюсь, на конкурсной основе около 20 миллионов бюджет, которые мы лучше пустим на другие более важные цели. И еще одно без сомнения верное решение – на снятии с аукциона объектов Владивостокской крепости и утверждение проекта ее возрождения. Знаете, что у нас разрабатывается программа развития туризма города Владивостока. Есть несколько стратегических объектов, которые станут такими значными объектами туристическими. С одной стороны, с другой стороны, мы рассматриваем Владивостокскую крепость, которая позволит не просто притягивать туристов, при этом из Азии, туристов из других регионов России, но Владивостокская крепость, будучи в свое время построена за 4% золотого запаса Российской империи, то есть это уникальнейший объект, который может стать объектом туризма, знаковым. Мы себе четко представляем, что мы хотим сохранить весь комплекс Владивостокской крепости, оценить состояние всех объектов и понять, какие из них войдут в первый и второй этап реализации. Есть мнение, что после прохождения всех процедур по отставке Виталий Веркиенко вернется в бизнес. Но краю, который испытывает перманентный кадровый голод в отношении управленцев, терять такого организатора в госорганах расточительно. Такое мнение высказали депутаты краевого парламента, комментируя отставку Веркиенко. Они назвали поступок крайне эмоциональным, при том, что главная задача сегодня подготовить город к зиме, пройти выборы главы региона и уже тогда передавать краевой центр преемнику. К слову, как отмечают эксперты, скамейка запасных в отношении преемников в крае практически отсутствует, а кандидатура должна быть компромиссной. Устроите главу края и депутатов, и руководство страны, и горожан. Максим Яковлев, Светлана Садовая, Новости на Восьмом.